Лучший отдых для настоящих мужчин – это, конечно, рыбалка. Сейчас создаются многочисленные рыболовные клубы, объединяющие немалое количество человек. И все большую популярность набирает спортивная рыбалка в Подмосковье. Любители этого вида отдыха собрались на берегу живописного водоема рыболовного хозяйства, расположенного недалеко от Бронец, чтобы принять участие в турнире «Фидер-эксперт ВПР», организованного рыболовным клубом «Время провождения рыбалка» совместно с базой отдыха и рыболовства «Веленка», а также при поддержке спонсоров и партнеров клуба. Достаточно много людей приезжают у нас, начиная с Москвы, с Рязани, с Луховиц, Коломна, Озеры, Бронецы. То есть участники всего конца Москвы, Московской области и даже Рязани. Данный турнир мы организовали для того, чтобы люди почаще побывали на таких водоемах, чтобы ловили рыбу не только там на реках, но и на коммерческих водоемах, в плане того, чтобы поймать достойного трофея, почувствовать силу карпа. И в целом просто хорошо отдохнуть в достойной компании, получить за это еще и призы. Нам очень было приятно, что наконец-то мы нашли достойный водоем, с которым нам приятно было создать данный турнир. Будем стараться как можно чаще, но пока не всегда это все получается, потому что есть своеобразные правила рыболовные, есть своеобразные правила внутри сети рыболов. Будем стараться больше и больше. Общее число участников составило 31 человек. По правилам соревнований водоем был разбит на сектора, и в результате проведенной жеребьевки каждый участник получил свой сектор, где ему предстояло проявить рыболовные навыки и надеяться на удачный клев. Фидерное удилище с одним крючком, подкормка и живая насадка. Такая оснастка была предоставлена организаторами всем рыболовам. Шансы были равны. Отметим, что при фидерной ловле используется специальное удилище с гибкой вершинкой, которое является главным определителем поклевки. Для привлечения рыбы в оснастке используют фидерные кормушки с приманкой. Основное правило турнира по фидеру – вся рыба ловилась без дополнительных сигнализаторов. Соревнования проходили в течение 6 часов с 8.30 утра. За это время принимается у нас любая рыба, какая здесь есть. А здесь есть и карпы, и амур, и плотва, и окунь, и щука. То есть любая рыба, какую участник принесет, принимается в зачет. Рыба клевала, но не у всех. В этот день нам повезло. Буквально в течение 20 минут мы стали свидетелями впечатляющего зрелища – ловли трех крупных карпов. Это тоже карп. Зеркальный. Самые боевые. Валерий четыре года занимается рыбной ловлей, и это уже третий по счету турнир, в котором он принимает участие. 13 пойманных рыб – внушительный улов, при том, что рыбалка еще не завершилась. Поймался у него хорошо. Я думаю, что в призовых буду. Какую рыбу поймали? Карп, белый амур. Что самое главное при рыбной ловле? Какие советы можете дать начинающим рыбакам? Ну, во-первых, это везение. Во-вторых, усидчивость. В-третьих, надо все равно тренироваться чаще, искать, какая прикормка, много читать литературы. Сейчас в интернете очень много информации. Мы все оттуда черпали. Так и учились. Удача сопутствовала не всем. Рыбалка непредсказуема. В равных условиях кому-то удалось поймать более трех рыб, но были и те, кто не смог вылупить ни одного трофея. Как правило, интерес к рыбалке проявляется еще в детстве и с годами только возрастает. Впоследствии для многих рыбная ловля становится образом жизни. Броничанин Кирилл участвует в таком турнире уже второй раз и при этом может похвастаться хорошим уловом. Четырех штук поймал. Кого? Четыре карпа и одна плотва. А весом? Весом еще пока не знаю. Сейчас узнаем после финиша. Что самое главное в рыбной ловле? Главное – это природа на самом деле. Это отдых. Это свежий воздух. Поэтому это самое главное. Какие советы можете дать начинающим рыболовам? Как подобрать оснащение? Только удача. Удача. А оснащение все придет с опытом. Все приходит с опытом. Поэтому только стремиться достигать чего-то нового и не бросать это дело. Рыбалка считается исключительно мужским занятием. Тем не менее, интерес к этому занятию проявляют и девушки. И даже принимают участие в состязаниях наравне с мужчинами. Утро у меня было насыщенное. У меня было два карпа. Но сейчас ничего, к сожалению. Рыба, наверное, пошла гулять. Давно занимаетесь рыбной ловлей? Ой, наверное, этот год. Плотно, потому что стала разделять хобби мужа и ездить с ним на рыбалку. Для участников и гостей турнира свой мастер-класс проводил эксперт по фидеру Дмитрий Салапин. Любой желающий мог проконсультироваться по интересующим его вопросам техники и тактики ловли и получить ценный совет. Довольно много собралось участников, несмотря на летний отпускной сезон. И, в общем-то, к концу подходит лето. Но, тем не менее, довольно много людей приняло участие в соревновании. Организация, я считаю, очень неплохая. Как оцениваете участников? Ну, участники собрались, естественно, любители, и попали они в очень непростые условия. Потому что на данный момент рыба клюет очень плохо. Она стоит локально в некоторых местах. К вам люди подходят с какими просьбами? Какие советы вы даете им? Ну, в основном, вопросы, касающиеся снастей. Мы здесь все сейчас ловим надонные снасти, на современные, на фидеры. Соответственно, вопросы, касающиеся снастей, оснастки. Вопросы, касающиеся приготовления и прикормки. И, ну, такие общие вопросы рыболовного плана, не связанные с этим водоемом, а вообще в целом. По сигналу организаторов рыбалка закончилась. И наступил долгожданный момент – взвешивание улова и определение победителей и призеров турнира. Клограмм 655. Подводя итоги, хочется отметить, что организаторам удалось сделать отдых по-настоящему комфортным. Все гости отлично провели время на берегу и насхладились полноценным обедом на свежем воздухе. Итак, по результатам соревнований первое место заслуженно занял Валерий Ли, установивший рекорд, поймав 15 рыб общим весом 14 килограммов. Второе место занял Руслан Ли. Его улов весил 3,5 килограмма. И третье место – Кирилл Дрожин. Общий вес его улова составил 2,7 килограмма. В номинации «Самая крупная рыба» победил Валерий Ли, поймавший Амура весом 3,3 килограмма. Победители турнира получили памятные медали и кубки, а также подарки от спонсоров. Во время съемок ни одна рыба не пострадала. Все были выпущены обратно в естественную среду. Екатерина Лукашенко, Александр Слепцов, Евгений Семин. Бронинские новости.